Хорошо. Коррекция и уязвимость искусственного интеллекта, основанного на данных, и многомерная геометрия. Мне, безусловно, очень помог предыдущий доклад. И несмотря на то, что каждый доклад является как бы квантом и таким отдельным сообщением в наше виртуальное время, я буду часто его цитировать. Поскольку у меня будет ряд оценочных суждений по отношению к некоторым технологическим, научным и тогда хайповым или историческим событиям, я должен представиться чуть более детально. А, первое. Где зародился хайп АИ, искусственного интеллекта? Я верю, что это так, что мы находимся на пороге эпохи, в которой будет очень велико влияние машин для решения интеллектуальных задач. Весьма возможно, что они будут доминировать. Это сказал один из создателей сообщества искусственного интеллекта, а именно основанного на данных, Марвин Минский, дай бог памяти, почти что 70 лет назад. Они ожидали, что и придет, искусственный интеллект придет и займет огромное место в нашем обществе. Через 10 лет, то есть 70-е годы, по мнению энтузиастов, был момент пришествия. А вот теперь позвольте представиться. Горбань. Вот некоторые книжки. Вот книга обучения нейронных сетей. Моя первая книга по глубокому обучению 90-го, 1990-го года. Ну и вот самый рядный набор книг. Сначала по-русски, потом по-английски. Это «Портрет в гугл-школяре». Вот книжки. Никаких чудес, ни сотни тысяч. Так, скромные 12 тысяч цитирования. Но так вот, вот кто я есть. И диплом пионера российской нейроинформатики, врученный мне в 2017 году. Вот. И это пленарный кино-доклад на Всемирном Конгрессе этого года. Вот откуда будут идти оценочные суждения. И вот цитата из моего конгресса, доклада на Конгрессе. «Основная проблема – это ошибки искусственного интеллекта и их обработка. Ошибки, неизбежные спускники искусственного интеллекта управляемого данными». Это сообщение «Одинки» и «Нотный доклад на Всемирном Конгрессе». Значит, план. План, но я не буду зачитывать подробно. Немного истории. И разные варианты истории. В частности, я остановлюсь на том, абсолютно неправильная интерпретация в массовом сознании, научном. И даже во многих учебниках «Теорема Минского Пайперта». Теорема «Один разном блат» и люди просто не знают. Ну и это вот. Почему возникла первая зима? Почему начинается нынешняя зима? Обработка данных, понятие постклассического мира данных, конструкция корректоров. Ну и дальше геометрические аспекты. И некоторые послесловия. На нас наступает и, вероятно, наступит лет в течение 15 постепенное изменение понятия «Истина». Вот это я, если остается время, я буду счастлив на этом остановиться в послесловии. Это уже, как бы, не научно, это уже такая прогностически-философская часть. А до этого будет часть основанная на данных. В каком-то смысле, тема моего доклада, приложимая к моему докладу. Мой доклад основан на данных. Кстати, как и предыдущий доклад, основан во многом на данных анализа нукометрического и тому подобное. Ну, немножко шить, заметно шить. Итак, рождение искусственного интеллекта, как понятие. Дармурский семинар, 56-й год. 10 классиков. Сразу формируются два направления. Аккуратные и неряшливые. То есть интеллект основан на знаниях, интеллект, основанный на данных, неряшливые. Это Минский и Маккарти. И в 59-м году они организовали первую лабораторию информатики и искусственного интеллекта в МАИТИ. Ну, что такое? Тут я опасаюсь, что меня закидают компьютерными мышками. Но я скажу так, что и снова и на знаниях, это такой очень продвинутый справочник. А на данных это очень продвинутая статистика. Почему? Я готов вспомнить, как великий русский писатель Булгаков в записках юного врача вспоминает, когда ему же было делать операцию, которую он не знал, как делать. Он бежал через заснеженный двор, в свой кабинет, открывал справочники, листал, лихорадочно искал, как эту операцию делать. Это в точности то, только честно, более спокойное и комфортабельное, что должны предоставить врачу экспертные системы. То есть, естественно, это как древние аэропланы и современные самолеты, но смысл в том же полет и крылышки. И здесь смысл тоже упорядоченные знания, работающие. Теперь на данных. Тут я еще больше опасаюсь запрасывания мышками, но простите, представление фактов в наиболее взятой форме для учета и прогноза. Не это ли машинное обучение? И только жалуются, что данных, дайте данных, мы сделаем, что мы опишем то, что есть, и сделаем прогноз, ну дай, это в точности то, только опять же усовершенствованная форма. Но если вы посмотрите вглубь, как сказал мне однажды один таксист в Красноярске, а вы наукой занимаетесь? Ну это да, как А связано с Б. Так вот точно, как А связано с Б. Только как А, это может быть текст на русском, Б текст на английском, а связь, это может быть перевод, и мы, могут быть симптомы, и диагноз. Но всегда, как А связано с Б, то есть это некто очень адванс, очень усовершенствованная форма статистики. В частности, нам нельзя гордиться слишком много создателям искусственного интеллекта, потому что, например, деревья решений, это было изобретено до компьютера, и до искусственного интеллекта, как оно, это было изобретено врачами, симптом, синдромная структура, деревья решений были, практически, явно использовались стотни лет назад, и более того. То есть, если мы посмотрим, потому что, если что понять, сегодня, нужно посмотреть на вчера, и я очень благодарен освежающим эту истину предыдущему докладчику, хотя я готов смотреть глубже, глубже по смыслу, а глубже по времени, ибо, как сказал Томас Манн, Велосиф и его братья, время – это колодец глубины необъятной, невообразимой. Вот, итак, начнем. Первый сюрприз из истории. Я надеюсь, что мест, что присутствующая публика это знает. Но вот, что такое элементарный перцептрон Розенблатов. Это вот, не эта пятюречка, в конце, это вот тайная структура, это он в книжке называл элементарный перцептрон. И вот теорема 1. Элементарный перцептрон может решить любую задачу классификации. Но я бы назвал это поскольку он не рассматривает никаких ограничений на число элементов скрытого слоя и на их связи со входными данными. Они могут иметь любые наборы связей. Так вот, это и есть теорема о всемогуществе неограниченного перцептрона. Ну, вот я здесь раскрываю. Но в чем фокус? В том, что если размерность пространства свойств, подаваемого скрытым слоем, достаточно велика, то просто обучающие множество будет симплекс и гиперплоскостью отделяется любое подможество от любого подможества. Собственно, и все доказательства. Ну, только нужно брать достаточно много, достаточно правильно подобранных свойств. Потом можно лишнее выкинуть. Сейчас Бернард Уитерову с аспирантами совсем недавно, он, кстати, вполне рабочий в состоянии, совсем недавно опубликовал статью ноу-проп-алгоритм. То есть, алгоритм, основанный на случайной генерации с последующим отбором или с нейронов скрытого слоя. Я не говорю, что он эффективен, но такие работы есть. А что такое Минский Пайпер? Ограниченные возможности ограниченного перцептрона. Вот если есть такая задачка привязать, ну, куда ведет от чашечки, куда ведет от неваляшки и так далее. Такая детская игрушка на внимание. Вот так, чтобы это сделать в трехслой, ну, такой, в трехслой, один скрытый слой. Нам нужно, чтобы поступали сигналы на скрытый слой со всей картинки. А если постулировать, что сигналы входные ограничены, то одного слоя не хватает. Нужно больше слоев, и число слоев зависит от ограничения на геометрии, чем запутаннее линки, тем больше надо слоев, чтобы вдоль, ну, грубо говоря, что вдоль каждой траектории, грубо говоря, что вдоль каждой траектории можно было плотников выбрать с пересечением кружочки входных элементов от А-элементов. То есть, это ограниченные возможности ограниченного перцептрона. Я везде нахожу какой-то бред, что минский пайпер доказали, что перцептрон из А-элемблаты не всемогущий. Нет, они доказали, они вели разумные ограничения и доказали, что ограниченный перцептрон имеет ограниченный возраст. Нет проблем. Люди пропускают слово ограниченный и не читают книжек ни разумблата, ни минского пайпера. Я не знаю, почему. Вот так. Читают фельгетонная эпоха, читают фельгетоны. Вот как Герман Гессе в игре в бисер описал нашу эпоху как фельгетонную эпоху. Вот признак фельгетонной эпохи. То, как люди читают теорему минского пайпера и теоремы разумблата. Терема один разумблата. У обезумблата много теорем. Даже в книжке у них. Терема четыре цитирует восходимость, а терема один просто книжку не читаю. Так, теперь я должен, опять же, следуя предыдущему докладчику, но совсем другие имена. Это люди, развивавшие в России, в СССР, в великое исправление СССР, и искусственный человек, основанный на данных Ивахненко. Работы знают. Бонгард, Сэтн, Айземан, Браверман, Розеной, Варшавский, Гурфинкель, Бапник, Червоники с Галушкой и другие. Я не могу, наверное, назвать всех. Это вот те имена, которые я просто сходу назвал. Вот за рубежом знают в основном двоих, Ивахненко и Бапник. Хотя вот эти люди, они, конечно, блестящие работы, к сожалению, так вот замершие. Статис в память. Ну, теперь вернемся к Гартнерскому циклу шумихи. Цикл шумихи это то, что цитировалось на этом Конгрессе неоднократно. Должен сказать, что в России есть свое понятие цикл шумихи. Должен процитировать. Шумиха, неразбелиха, награждение непричастных, наказание невиновных. Ну, вот такая российский стиль в мировом стиле, в Гартнеровском немножко по-другому. Подъем, триггер, начало, подъем на пик раздутых ожиданий, потом ущелье, или яма, или впадина, потери иллюзии, а потом потихонечку слоп, и вот. В искусственном интеллекте все происходит не так. В искусственном интеллекте мы уже 4 раз наблюдаем картину вот эту. Вместо плато продуктивности через некоторое время, там зависит от истории, 5, 10, 15 лет, начинается новая волна хайпа, а потом новая потеря иллюзий. И вот вопрос, почему это происходит. Вот зима, началась зима, извините, вот посмотрите сюда, вот. Впадина, именованная в Чесминске и Пайперта, хотя началась не из-за них. Зима, началась в 70-х годах, первая зима. Ну, а дальше разные люди считают по-разному. В исследованиях она прекратилась в 80-х, а в инженерии в 2010-х. Ну, вот такое финансирование круто. Причины зимы. Теорема Минского и Пайперта неправильно прочитанный сигнал, опять филитонная эпоха. Главное, главное, сами исследователи, инженеры, они создали хайп, они набрали прикладных проектов и инвестиций, и они провалились. Ну, не мог искусственный интеллект достаточно надежно реализовать эти проекты. Не мог. И поэтому все так было закрыто. Инвесторы были разочарованы, тут и поставили еще и теоретические основания, и все закрылось. Зима была неполной. Во-первых, классики, тот же самый Минский и те же самые логические инструкции, а в это время классики копали и продвигались классики вперед. В этом смысле исследования, хайп, хайповый хвост Астана прекратился, а исследователи классики продолжали. Полномасштабное восстановление в 80-х годах и произошло три инновации. Я не случайно ставлю в кавычки сети Хопфилда, мета обратного распространения ошибки и карты Кохана. Три блестящих инновации, а все три были не вполне новые. Мета обработанного распространения ошибки был известен где-то в 60-х годах, когда он использовался для задач оптимизации. Это просто правильное, быстрое дифференцирование сложной функции многих перемен. Сети Хопфилда были известны до того тоже в разных версиях и карты Хохана были тоже как бы не в полном объеме, но фактически они использовали известные вещи. Ну вот теперь какие задачи решали классики продолжаем решать мистику. Опять же я фиксируюсь на интеллекте, еще раз напоминаю, что мой доклад в основном фиксирован на ИИ, основанном на данных. Не во всем искусственном интеллекте, потому что это, хотя вот предыдущий докладчик собрал весь искусственный интеллект, но на медицинских задачах. Я же собираю задачи шире, а искусственный интеллект только ограничен. Минский разделил задачи на пять основных направлений. Своя классическая работа, которую должен прочитать каждый занимающийся искусственным интеллектом. Пять поиск, пять проблем, поиск, распознавание образов, самообучение, планирование и индукция, то есть индуктивный вывод или производство знаний из данных, как мы сейчас называем. Вот это пять задач. И если вы обратитесь в любой журнал, конференцию, вы же обнаружите, что 90% это такой постепенный прирост производительности вот на этих задачках. Иногда с небольшими скачками. Ну, каждый автор считает, что его скачок качественный. Ну, в общем, в целом, это такая кумуляция успехов по этим направлениям. До сих пор вот эти пять направлений являются главными. Ну, нет, есть еще одно. Я бы сказал, визуализация сервисное направление. Сделать человеку удобно и приятно. В первую визуализация данных и так далее. Вот это направление, которое стало развиваться исключительно, когда появились персональные компьютеры. Это же было до них задолго. А вот когда персоналки появились, появилось новое, чтобы пользователю было приятно. Вот это еще визуализация и удобно. Значит, три происшествия. Я уже разоблату и дроу. Интересно. Кстати, история разоблаты и дроу очень поучительная. Классики пахали, проблемы были поставлены. И тут два, я не постараюсь сказать, наглеца с точки зрения этого сообщества. Один из них, одноклассник, опечатка, Розенблат, конечно. Один из них, Розенблат, одноклассник Марвина Минского в физмат школе Бронкса, а у ядровый инженер прекрасный, создали нейроустройство и Розенблат доказал, что оно всемогущее. И они были вне этой команды, ну, как бы вот терлись, Розенблат, конечно, все знали. И Розенблат стал президентом Всемирного Союза Неравных Сетей со временем. Розенблат, к сожалению, утонул молодым. Потом Хоффилд, Коханан и Хинтон с авторами 80-х, а потом гиганты 2000-х бизнес. Бизнес. И что почему? Технические возможности накапливались монотонно, интеллектуальные прорывы опережали, а потом замедлялись до появления нового поля возможностей, терпеливые стали классиками. И вот важный тезис для себя. Три источника. Производительность, наглецы и бизнес. Бизнес был готов и быстро сориентировался. А предшественники строили, построили и построили достаточно до старта научную базу. Ну, причина, я бы сказал, что здесь нового. Необходимость диверсификации доткомов. Был страшный кризис доткомов в начале 2000-х. Акции упали в 10 раз, примерно, в 7-10, на порядок. И после этого диверсификация стала ежедневной проблемой доткомов. Ну, а когда стало понятно, что искусственная телека зашевелилась, Гугл позвал Хинтона с командой. Ну, и пошло, пошло, пошло. Кстати, появление глубокого обучения, это такая внутренняя легенда, как это произошло. Один молодой человек, сотрудник Хинтона, очень так заинтересовался, что будет, если реализовать глубокое обучение. Ну, алгоритмы известны с 90-х, делать нечего, все просто. И компьютеры появились. Хинтон был вообще-то против, ну, не то, что сильно против, сомневался. Тем не разрешил, наглец, ну, наглец в хорошем смысле слова, попробовал и получилось. Вот и пошло глубокое обучение. Очень интересно вот еще танклицов. Это пробовать то, что, кажется, может поработать. Иногда заработает. Итак, проблема о проблеме. Какая проблема толкает нас вниз? Да, мы скатываемся, а интеллект, еще опять, интеллект основанных на данных сейчас здесь. Машинное обучение, дип, леоник, всякое такое. Где мы? Ну, почему? Потому что есть два камушка в ботинке. Первый камушек. Искусственный интеллект делает неожиданные ошибки и будет делать их в будущем. Второе. Решения нейронов искусственного интеллекта не прозрачны и не могут быть объяснены логически. Ну, по крайней мере, так кажется. Я заранее забегая вперед скажу, что получение логически прозрачных нейронных сетей технологии было сделано в 90-е годы в начале, точнее, опубликовано в 90-е годы. В 90-е годы был создан софт, было много пользователей, а вот что из этого проучилось, я расскажу потом. То есть, это все сильно не новое. Итак, проблема сдерживающего развития. начиная обсуждение. Убийство пешехода автопилотной машины, автопилотная катастрофа Теслы, а это интересное событие. На карнавале на деньгами две тысячи ложных задержаний, люди признаны за преступников, правильных распознаваний там на порядке меньше было. Полиция была страшно разочарована. Вот такие ошибки. Это такая серьезная ошибка, поскольку люди же задерживают человека, тем более это Англия. Ну и, конечно, самое громкое событие в медицинских приложениях искусственного интеллекта, это шлепнулся проект IBM Watson для рака. Большой шкаф, громко падает. Причем проект интересный. Кто там виноват? Программы хорошие. Вопрос работы с данными, доступности данных, перерелейблинг, переназывание данных, смена регламентами, много чего еще. IBM Watson не справился с этим потоком событий. Ну просто вот так произошло. Вот что произошло. Это ошибки. Это ошибки протестирования БМ Watson только одной организации. Вот красные это ошибки. Итак, в чем дело? Почему плохие ошибки являются такой проблемой? Первое, они могут быть опасны. Второе, как правило, неясно, кто за них отвечает. необходимо быстрое и не итеративное исправление системы, если появляется ошибка. Четвертое, ошибки исправляемые быстро, не итеративно и не повреждающие. Ну и проблема, что реальный мир это не ID, независимые одинаково распределённые события. Это не учебник. Реальный мир это не учебник статистики. Это совсем другое. Как Хинтон написал в ответ на некоторые мои статистические исследования, что ну у нас вообще же нет никакого распределения вероятности и быть не может. В этом смысле данные находятся вне статистических факторов. Поэтому мы не можем полагаться на статистическую оценку вероятности ошибок. И что есть фундаментальные источники? Ну во-первых там все знают баги. Аксиома Кронрода не помню третья по-моему великий программист Кронрод издал список полусерьёзных но очень важных аксиом. Одна из аксиома любая сложная программа содержит ошибки. А если вы начинаете её исправлять смотрите на аксиомы и внесёте другие ошибки. Программные ошибки неожиданное поведение человека вне рамок предписаний нецелевое использование то есть когда другой человек ведёт себя не так как мы ожидали и когда пользователь ведёт себя не так как ожидалось. Это вот такие всеобщие вечные проблемы любого программного продукта. Другое проблема с поведением человека усугубляется искусственной интеллект неопределённость в обучающих данных. Мы никогда не будем иметь достаточной выборки. Что бы мы ни говорили на 100 атрибутов до реального прозвона области требуется больше 10 в 30 примеров для полноты картины. И неопределённость в процессе обучения потому что ландшафт обучения никогда в сложных задачах не является хорошей выпуклой ямкой. Это всегда даже не овраг это всегда профиль случайной функции по типу. Поле многомерное случайное поле и начинаем мы никогда не знаем в какую точку мы придём. Мы просто ищем достаточно глубокую и достаточно широкую ямку. Но они могут быть разные. Вот неопределённость тоже важна. И ошибки неизбежные мы должны принять за основу неизбежные спутники. И вот список ошибок я не буду их да если это интересно я даже не думаю что это ошибки люди были возмущены расизмом систем машинного обучения. Ну да они определяют криминал они считают 17 лет тинейджера чёрного тинейджера более опасным чем белого. Они просто смотрят на статистику это простая статистика ничего сверх того увы общество находится в российском состоянии ну потому что дискнут разные люди ведут себя по-разному разделение неравные права неравный доступ к образованию неравный материал и много что ещё культурные традиции и в результате общество становится разделённым и искусственный интеллект это понимает. Ну или другой пример более близки России это определение террористов в аэропортах бородатый лысый смуглый бородатый лысый вот ещё то что на жаргоне называется Бармалий ну а это же не обязательно террорист это так ну что ж пойдём дальше по науке можем ли мы переучить систему систематически почему нет нереалистично чтобы сохранить имеющиеся навыки нужно использовать порванный набор обучающих данных иначе мы повредим прошлое требуется большие ресурсы для каждой ошибки тем самым однако в этом обучении могут появиться новые ошибки сохранение имеющихся навыков не гарантируется и вероятность повреждения навыка априори неизвестна а чему и вот здесь мы переходим к понятию введённому в 2000 году но не очень сильно не очень хорошо известном в широких кругах в лекции Доноха которая была заказана ему американским от общества есть такой знаменитый человек Дэвид Доноха Фомстенпер он претендовал быть Гильбертом 21 века для обработки данных он ставил проблемы на 21 век и вот он вёл постклассический мир он говорит что во многих задачах сейчас количество атрибутов много больше количества примера и этот постклассический мир отличается от классического классическая методология основана на идее что сэмпл выборка стремится к без все законы больших чисел все законы предельные теоремы они основаны вот на этом предположении но если число атрибутов больше числа примеров и это случай не аномальный я в медицине кстати постоянно встречаю вот мы измеряем для каждого больного 28 тысяч параметров а сколько у вас больных а больных у нас ну там меньше тысячи ребят это не 28 тысяч мирное пространство это ну да во все эти случаи терпят неудачу если п больше н очень рекомендую молодежи особенно найти в сети в сайт зиер это есть и прочитать лекцию до ноха классическая статистическая теория обучения бесполезна в основном многомерном постклассическом мире ну вот два комментария первый комментарий все геометрические эффекты благословения проклятия разменности начинаются не тогда когда п больше а а тогда когда больше п больше логарифм то есть реально данные чтобы преодолеть постклассичность должны расти экспоненциально и строгие размеры строгие это подтверждают то есть эффекты постклассического мира начинаются задолго до неравенства до ноха и неклассический мир вокруг нас ну вот есть обзорчик краткий ну и второе замечание ну и с другой стороны то что данные расположены в многомерном пространстве не значит что мы в постклассическом мире размерность внутренней размерности множества данных может быть меньше ну при этом не расположены по прямой то это ну данные тогда одномерные они тысячемерные даже в тысячемерном пространстве поэтому правильное определение постклассического мира вот здесь внутренней размерности множества данных оцененная это очень тонкая задача как внутреннюю размерность вот ссылка на ревью на эту тему прикладной ревью это Лиза мозг ящериц вот это вот это неравенство размерность множества данных много больше одно здесь плохо много больше и точные оценки это ну это сделано ну здесь вот я предпочитаю много знак много больше вместо громоздких точных оценок ну или как справиться ну как справиться есть два способа однажды зеленого лягушонка спросили а что бы ты делал если бы дывал коров ой не боже я говорит а поприл бы рожки потом поприл бы ножки потом бы покрасился в зеленый свет сказал что я маленький лягушон так вот если есть возможность возвращаться к классике это уменьшение размерности первый эффективный метод до сих пор лучший по всей мере для начала надо всегда пробовать сначала это метод главных компонентов отбрасываем нулевые компоненты майнер да и в косты там большими разбираться трудно а вот майнер отбросим будет уже хорошо метод независимых компонентов метод главных графов метод главных многообразий автоэнкодеры изобретенные в конце восьмидесятых метод предыдущего века вот это метод есть другой метод ленивый метод на самом деле применимый реально тогда же когда данные редуцированы но на самом деле требующий так сказать меньше искусств это дополнение augmentation берется каждая точка и раздувается случайным возмущением только не надо говорить что нормальным вот какими надо такими размывается хорошо известно с девяностых работает эффективно тогда когда размер раз на самом деле сократить если же данные разделяются классификации поверхностью которая существенно инмерно то есть не плоскостью не проекцией на одну простую функцию а очень сложной функцией тогда augmentation тоже работать не будет но как справиться с неклассическими вот здесь перехожу к научному содержанию доклада конструкция корректор предлагается внешнее устройство корректор ошибок мы тоже не самые первые он должен быть простым не менять навыков у наследного legacy system допускать быстрое не итеративное обучение исправлять новые ошибки без разрешения предыдущих исправлений вот таким хорошим он должен быть возможно ли это вот такая картинка ну вот так есть система есть входные это типа нейросети что-то все машины обучения входные сигналы основанные на данных данные внутренний сигнал выход есть корректор он получает эти сигналы классифицирует ошибка данного типа или нет и если ошибка диагностируется выдает решающие правила это маленькая система которая отделяет ошибки от не ошибок так сказать это вообще идея каскадной настройки которая известна давно но в этой форме вот это кстати вот статья которая есть доступ все есть в архиве на фамилию горбань архив линей да вот чудо стоит в том многомерности благословение размерности в данной задаче состоит в том что линейные дискриминанты фишера удивительно хорошо отделяют ошибки от других примеров высоких размерностей когда данные имеют высокую размерность ну вот такое вот определение что такое дискриминант фишер ну давайте уже мы уже сделали мы централизовали данные важные аспиранты часто забывают такое надо их возвращать и отбеливание сделали элемент главных компонент выкинули нулевые собственно ищи вектор отбелили привели к тому что и матрица стала эволюционной единичной ну это то что всегда делаются перед методом независимых компонентов ну и во многих других случаях но тогда отделимость по фишеру означает отделимость перпендикулярна к радиусу вектор вот есть точка x есть точка y y есть точка c центр ну и перпендикуляром к радиусу вектор x отделяем x от y тогда x не отделим от y тогда когда x попадает вот этот закрашенный кружочек ну c это центр данных это последователь почему почему в больших измерениях это работает когда данных экспоненциально много это не теорема о симплексе розенблата когда данных стой когда совпадает число данных и число симплекс данных нет данных экспоненциально много это все равно работает ну да чудеса происходят давайте добавим давайте добавим немножко детали теорема единственная теорема которую я здесь приведу полностью предположим отсутствие первое большие уклонения в распределении данных второе множество с маленьким относительно объемом но большой вероятность их сингулярности вот в этом случае обрежем хвосты подключив все в шар это очень сильно это легко ослабить но для понимания хорошо с объемом шара и пусть плотность имеет максимальное значение которое может быть много больше единицы разделительный объем то есть много сконцентрирования могут быть кластеры чем в равном распределении в шаре но даже в геометрической прогрессии более концентрирование но все-таки ограничено некоторой фиксированной геометрической прогрессии пусть число точек в некотором количественном множестве меньше чем b в меньшей предупреждении n то есть экспоненциальное ограничение и выполнено вот это неравенство то есть b вместо 2r альфа альфа это порог ну а вот здесь просто отделимость просто 2r то есть r меньше единицы а здесь такое b точно меньше 2 вот здесь какое число между единицей и 2 может выбрать баланс между r альфа и b тогда в случае вероятности того что случайная точка отделима от фишер от конечного множества есть единица минус psi где psi затухает в геометрической прогрессии что это такое что это такое значит что вот мы отделяем точку от экспоненциально большого конечного и не случайного произвольного множества никаких айди никаких независимости и равной распределенности доказательство очень просто берем шары исключенного объема эти шары исключенного объема в совокупности каждый шар имеет вот такой объем затухает в геометрической прогрессии потому что шаров можно набрать столько чтобы это все еще затухало ну вот это вот это теорема она просто доказывается исключенной оценкой исключенных объемов это простая теорема значит что можно сказать крайние точки высокой размерности крайние точки экстремальные точки это то что отделяется от множества гиперплоскости ну вот на плоскости вот я не бросал каких точек на плоскости какие точки внутренние какие точки крайние а в больших размерностях все точки становятся крайними и вот с этим барьером эпсила немало с эпсилом две пятых то есть две пятых сколько это сорок процентов для n100 и m два с половиной миллиона множество из m случайных точек в шаре разделимо по фишеру каждая точка от всех остальных с вероятностью больше девяносто девять процентов а я написал 0,2 одна пятая извините с вероятностью больше девяносто девяти процентов ну вот такая пример что такое стокастическая отделимость отделимо по фишеру ну как кто это открыл это вся статфизика это концентрация меры ставших очень популярным в 70-е годы 80-е 90-е 2000-е но изобретена гипсом его теоремой об эквивалентности микроканонического и канонического ансамбля а теорема стокастического разделения это новый класс теорем не только в тонком слое вблизи поверхности сконцентрированные данные но каждая точка данных отделима от всего остального множества с хорошим запасом вот две великие книжки об этом это книжка гипса и книжка леви давшая название функциональный анализ где он этой проблеме на сферах подчеркиваю не вообще а на сферах на сферах посвящает значительную часть книги леви считал это важнейшим разделом функционального анализа ну вот здесь наша статья математическое основание статической физики данных ну обобщенные теоремы просто перечисляю произвольные логарифмически вогнутые распределения выпуклые комбинации такого значит уже все практически распределение про ну это перевод распределение с ограниченным носил автоматический перевод слайда вот пожалуйста google translate это извините произведение распределение произведения с ограниченным носителем никаких ограничений ну и эвристическое правило чтобы понимать что все тяжелых хвостов нету то есть затухание как минимум экспоненциальное с радиусом наборы малого объема не должны иметь большой вероятности в этих случаях дискриминант фишер эффективный инструмент является ну и классификаторы выглядели линейно почему линейно ядерные кернел пожалуйста ансамбли корректоров ошибки имеют тенденцию кластеризоваться для каждого кластера свой корректор и простейшее кластерное правило выбирает каким корректором пользоваться каскады корректоров есть проблема проблема стоит в том накопив корректоров мы накапливаем технический долг мы приближаемся к оверфитингу не совсем еще в ту сторону система становится негибкой надо интерьеризовать и система начинает играть сама с собой когда мы набрали много корректоров тогда не грех и пойти в универсальную обучалку но вместо возвращения данных пусть система оснащенная корректорами оценивает примеры а система агент учится агент с корректорами красный этажерчик это корректори маркирует данные а тот же самый агент сначала учится давать тот же самый ответ это такая инкорпорация навыков это работает и это хорошо работает ну то есть такая универсальная достаточно схема пока емкость помьет система позволяет значит дальше есть такой важнейший результат поразил людей настолько что математик студей опубликовали сообщение об этом нашем результате и работа номинированная на лучшую работу всемирного конгресса это тюкин хайям и горбань состязательные примеры на самом деле в больших размерностях уязвимость к атакам и ремонтопригодность они идут вместе есть такая теорема что если что в тех же самых условиях когда корректор возможен и простой при тех же самых условиях возможны ложные примеры что называется адверсалилы примеры и возможно специальные стелс-атаки модифицирующие интеллект то есть ремонтопригодность и уязвимость это две стороны одной медали тем самым не все благословение размерности и благословение и проклятие идут вместе значит общение есть еще один общение знаете я посмотрю на слайд общение искусственных интеллект с помощью корректора дело в том что легко передавать знания между системами с помощью корректора мы взяли сложную систему и очень хорошо ее научили потом взяли простую с огромным набором свойств очень простую систему на простом наборе свойств и сложная тренировала простую создавая для нее несколько корректоров довольно быстро простая научилась с помощью корректоров имитировать навык сложный передача знаний с помощью накопления корректора ну а теперь вторая проблема ошибки и объяснимость как говорил о втором камушке в ботинке решения непрозрачные не могут быть объяснены логически да бывает и вот прилагалась схема базового принципа что старый принцип суммируется неявный опыт следующая схема производит знание для использования знания явные в 98 году я даже так замечательная кстати книжка с прекрасными прогнозами она есть в сети нейросетевая дискуссия нейрокомпьютер именно аниверситетевая технология производства знаний является точкой роста это то что сейчас называется explainable AI этот хайп был технология и софт был сделан в 90-е первое еще на старых и хорошо работали но что мы наблюдали технология софт пользователей было мало рынок требует кнопочных решений и вот я формулирую фундаментальный принцип называйте принципом горбаня дополнение к аксиоматике кранрода пользователь ленив и не хочет разбираться вот это ссылка на программу вот пример вот есть данные о выборах президента в США вот 12 данные собраны либерманом и келис-барок в Америке вот 12 они отобрали 12 признаков вот 12 признаков дали нейронной сети она сказала 12 признаков не нужно достаточно 5 и вот есть такая такое явное правило 2 6 6 5 5 5 симптомов 2 синдрома первый синдром 3 плюс ну да единица нет минус единица 3 плюс 4 плюс 9 3 плюс 4 плюс 9 то есть если третья партия активна это плюс если 9 были волшебные ленивы это плюс 4 это минус вот если в сумме это раз два три меньше нуля то это плохо это значит что если хотя бы одно активность третьей партии или социальные ленивы есть то уж никак не может быть то есть если два из них то все если хотя бы одно то обязательно должен быть отсутствие конкуренции правящей партии правящая партия должна быть единая ну и второй синдром вот такой 4 минус 8 плюс 6 пожалуйста это вот 4 это опять же единство правящей партии оно очень важно минус 8 плюс 6 то есть если есть 6 спад или депрессия то должен быть президент новатором и не должно быть конкуренции в правящей партии вот если эти два то партия вместе то партия побеждает а нет тогда простите ну когда нужна объяснимость объяснимость нужна так делаются ошибки мы это видели на внедрении наших софтов логически прозрачная форма была необходима для анализа ошибок и мы возвращаемся к первой проблеме итак заключение сообщество и нарождающая схема и производят знания и учат друг друга минуя человека как сказал мой друг философ такой социолог мощный практический что будет будущее десяток миллионов десяток миллиардов людей и десяток триллионов искусственных агентов и они будут коммуницировать отдельно не через человека взаимная коррекция способ организации сообщества хайп на послезавтра проблема сдерживающей развитие ошибки технологии обработки ошибок современный вызов без него будет зима чтобы в зиму зима какая останутся приложения нечувствительные телевизионные аватары google транслейтер и такого рода когда я возвращаюсь к докладу предыдущего Рашевского когда не требуется ответственности вот там будет когда требуется ответственность все умрется и мы не будем корректировать ошибки ну вот основные сообщения не буду зачитывать ошибки не ну да вот шесть шесть я молча на них смотрю шесть сообщений а вот наши главные читатели чтения блесни первые ссылки гипс леви резенблат полгран громов доноха это что надо читать по основанию дальше кайнин ввел понятие блесни дименшионалити кайнин потом кайнин куркова важная работа даже раньше была по ранней природе по отделимости джаков вот это работа хинтона по экспертам кстати вышла практически в один день с нашей работы по этим блокальным экспертам доноха таннер и горбань макаров тюген обзор это не наш обзор всего и дальше наша статья каждая статья дублирована припринтом это можно спокойно просто идти в архив и набирать горбань это мои любимые соавторы ну и наконец осталось пять минут простите вместо заключения послесловия один слайд там было много но один слайд я прочитаю надвигается тоже это не сегодня это вот послезавтра но мы должны быть готовы модификация понятия истины искусственный интеллект основанный на данных модифицирует понятие человек разделено было понятие истины как то что претендует на устройство мира алитей и понятие мнения докса это параминит это 2000 лет назад больше вся наука физика химия вся основана на этом что есть истина но есть мнение ньютон кстати считал закон всемирного тяготения мнение а не истина энштейн боролся за истина всю жизнь что производит искусственный интеллект мы полагаем что мнение но истина в наше время не успевает кристаллизоваться и старое мнение заменяется новым ожидаемо лучше соответствующим новым данным а путь истина становится явно за предельным тропе человеков впрочем как говорили древние греки спасибо большое это все это уже все спасибо большое Александр Николаевич спасибо огромное за лекцию потому что вас слушать это просто потрясающе погружаешься целиком вопрос я не вижу чата почему-то надо выключить презентацию вы думаете а если будет вопрос это выключить нет проблем все ага теперь мой участники вот здесь поднимает руку я вначале буду устный вопрос а потом давайте слушаем работаем включите пожалуйста Татьяна Владимировна Чернидовская пожалуйста ваш вопрос Татьяна Владимировна добрый день хотя я из совершенно другой области но потрясающее выступление у меня неожиданный такой прикладной вопрос вот эти принципы ваши не могут ли они быть использованы для обучения людей ну причем не только взрослых но и детей вот анализ ошибок как они сделаны почему они сделаны почему нужно было сделать иначе эксплицитный ошибок анализ он ведь очень серьезный инструмент обучения я насколько я знаю это идея не присутствует в педагогическом сообществе к которому я не принадлежу но часто бываю на их всяких заседаниях я никогда не слышала вот такого серьезного акцента на этом а мне кажется это очень важная вещь это я к тому о том что может быть надо учить мета вещам то есть как сопротивляться стрессу как сосредотачивать внимание и так далее и так далее туда входит и то о чем вы говорили как мне кажется что вы думаете об этом ну во первых я что я скажу я учился примерно так же когда и вы в школе у нас была постоянная работа над ошибками помните ну конечно помню вот и тогда учителя бывают двух типов есть те которые ласковые и вместе с учеником стараются делать работу над ошибками разбирая ее это классно а здесь другие которые наказывают наказывать нельзя работа над ошибками это как бы общий вызов учителю и ученику и это правильно то есть хорошие учителя делают это столетиями понимаете это не то что я вот там ну и когда я ввел экспериментальный класс в одной гимназии я первый начал с того я провел контрольную и сказал ребята ошибки есть ну давайте ошибки благословим ошибки это и говорит давай сейчас сделаем работу над ошибками разберем каждую ошибку а дальше запишем уберем и напишем контрольную и снова и так вы делали три раза пока они все не написали на пятерки таких учителей как вы не напасешься на все школы я имею ввиду что может быть вот сами алгоритмы я слово алгоритмы беру в кавычки но вот как бы правила которые вы используете для анализа таких вещей в искусственных так сказать объектах или субъектах может быть даже вот не взяли их вытащить вот совсем другую область а именно в человеческую уже не на таком не бытовом уровне а на ну структурном если можешь так сказать я вопрос понял я поговорю у меня есть как бы близкие люди в разных институтах образования и близкий друг был Вить Болотов бывший замминистра сейчас из президента академии образования я могу с ними поговорить на эту тему давайте ну вот я сама член академии образования но я никогда не слышала чтобы эта вещь вылезала на поверхность не просто как один из маленьких пусть и очень важных методов а как серьезнейшая вещь может быть это вообще самая серьезная вещь потому что остальную информацию декларативные знания можно и без этого вытащить из разных источников спасибо 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 еще один спасибо еще есть один устный вопрос а потом Александр Николаевич я попрошу вас в чат выйти в чат и уже когда будет другая лекция написать ответы на задаваемые вопросы потому что сейчас мы не успеем ответить подключите пожалуйста Ольгу Дмитриевну Чернавскую меня слышно да слышно Ольга Дмитриевна пожалуйста спасибо спасибо за очень яркий и действительно глубокий доклад одно удовольствие было слушать причем удовольствие заключалось в том что вы не боитесь использовать ну в кавычках несерьезные метафоры поэтому мой вопрос будет такой же как вы относитесь к первому и второму закону Мерфи ну в переводе на данную область они звучат так если какая-то ошибка может быть совершена она будет совершена и второй закон Мерфи если какая-то ошибка не может быть совершена она все равно будет совершена спасибо значит знаете я предпочел бы ее принять его форме крон-рота что если какая-то ошибка может быть, то какая-нибудь ошибка случится. Не обязательно это самое. То есть, вот я переформулирую. То есть, если ошибки возможны, они случатся, это переформировка второго закона. А первый закон, если одна ошибка возможна, то какая-то другая, может быть, другая, все обязательно случится. Все? Спасибо.